Ассамблея народа Казахстана примет активное участие в модернизации общественного сознания. Большие возможности открываются перед ней в реализации проектов «Туган-Джер» «100 новых лиц Казахстана. Новое гуманитарное значение». Последний проект имеет особую важность в формировании молодежного сознания. На казахский язык переведут лучшие учебники мира по философии, социологии, экономике и другим наукам. Перед АНК и госорганами президент поставил новые задачи укреплять гражданскую идентичность и обеспечить единство и согласие. Для этого необходимо подготовить план деятельности Советов общественного согласия Ассамблеи всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017-2018 годы. Модернизация общественного сознания – самая сложная задача. Экономические программы мы подготовили. Конституционные реформы планируем, но без духовного развития мы не сможем обеспечить их реализацию. Ассамблея, являясь сердцем духовной сплоченности народа, должна находиться в гуще всех этих исторических деяний. Сохраняя главное богатство – единство народа, мы сможем реализовать свои амбициозные планы – войти в тридцатку лучших стран мира. Назарбаев уделил особое внимание информационной работе. Он поручил создать многофункциональный мультимедийный портал АНК, а также интерактивную историческую карту «Народ Казахстана». Она детально и наглядно покажет процесс консолидации народов на казахской земле. Ее презентуют на День благодарности в следующем году. 25-я сессия АНК, которая состоялась сегодня в Астане, приняли участие более полутора тысяч человек. Главной темой ее обсуждения стала стабильность, единство, согласие, основа модернизации.